Привет, Нестор Махно! Не знаю, к сожалению, как тебя зовут, может на самом деле так, может как-то по-другому, но, короче, привет, Махно Ченнел! Я видел твои видео, неплохие, кстати, мне довольно-таки нравится, что-то новое в подходе, то есть нету этих выебонов, грубо говоря, как у других. Игроков там красивый муви, как пуля летит и все такое, то есть там, блядь, убил шестерли семерых и там прям, ну, взрывы, вся хуйня, короче, все как надо. У тебя ты достаточно неплохо освещаешь читеров, там, каких-то, твое любимое слово, статодрочеров, вот, и тем самым, ну, выкладываешь его в интернет. Нет, только у меня к тебе вопрос, вот, а если можешь, ответ на него также в видео. У меня к тебе вопрос, зачем ты агришься на школьников? Вот это вот я реально не понимаю. То есть, ты представь сам, те бнари, которые набивают себе статы, там, киллдев или скилл, да, пойми, многие из них, они просто хорошо играют. Многие. Я не скажу, что половину, но много. То есть, понятное дело, что 80-70, может, процентов игроки среднего уровня, то есть они не проигроки. Еще больше, даже, ну, даже нет, нет, наверное, средних игроков процентов 30-20. То есть, может, 10% в батлее это реально проигроки, которых я в жизни не видел, вот, по сути дела. И оставшиеся процентные это просто днари или люди, которые, ну, пытаются или заходят в фуфан в игру, или просто, ну, они еще не научились играть. Или им это нахер не надо, или просто пытаются играть, но они еще что-то у них не получается. Ты же всех игроков, неважно, называешь статодрочерами твоего, твое любимое слово. Заметь, я просто сейчас говорю полностью, у меня нету написанного текста, ничего. Я вот тебе задаю вопрос, как, ну, так скажем, очень непопулярный блогер, даже не блогер, а ютубер, я выпускаю видео по БФ4, и как, ну, более-менее популярному тебе, да. То есть, можешь считать, что я за счет тебя пытаюсь набрать больше подписчиков, скажем так. Вот, почему ты считаешь, что большинство игроков, они статодрочеры, и показываешь какого-нибудь одного-двух дебилов? То есть, это смысл, блядь, я вот в этом не вижу. И у тебя слово статодрочер звучит сука чаще, чем у меня слово, блядь, на стримах моих, на твиче, на канале. То есть, люди, которые, ну, видят мои, смотрят мои стримы, они не дадут соврать, и сейчас будут видеть это видео. Понимаешь, у тебя там через каждом предложении статодрочер по 2-3 раза. Не надо, мы все поняли, что ты их хейтишь. Только я не понимаю, зачем ты их хейтишь? Ведь большинство статодрочеров, это обычные сука-школьники. И ты тупо агришься на школьников, тем более выпускаешь про них видео, и тем самым ты даешь, возвышаешь у них эго. То есть, они такие, я, блядь, молодец. Мне такие люди напоминают, как Чикман вот это, знаешь, или, ну, Чпокман, как его там. Потом Сиртанк Слот, хотя ему там 23 года, по-моему. Но такие люди, они рады то, что, блядь, у меня там на Ютубе столько подписчиков, вот вы все говно нахуй. А вот этих, которых ты чмырышь, они, блядь, тупо просто снимают видео для таких же школьников, типа, я бог, я смотрите, пишет, вот как в одном из твоих видео ты показываешь, что он написал, я бог. Забей на них хуй большой и толстый смысл. Ты можешь выпускать видео, то есть, не знаю, прям, ну, это как идея тебе, может тебе понравится, может публике понравится. Выпускать, вот покажет, какой он уебан просто, тупо, какой он уебан тактику игры. И нить его там крупными, и буквами, блядь, по монитору, и ниже, уебану. Так, как в песне Ленинград, собственно. Вот, почему ты не гнобишь пидорасов, которые стоят, крысят на танке, мало того, что, блядь, не на харде, а на нормале. Это же ебануться вообще можно, то есть, тело, блядь, стоит. Возьмем любую карту, или там, дорога Голмут, или, собственно, как его, горы Алтай, гиганты Карелии, точнее. Вот, я точно вспомнил карту. Плюс, шелковый путь, там же в каждой команде, то есть, я играю на харде. Я играл на нормале, ну, может, 10 матчей максимума, в основном играю на харде. И люди, с которыми я играю, то есть, благодаря тоже твичу, люди, мы с ними играем в одном отряде. Если в отряде нет, они просто заходят на стримы и играем в одной команде. Они тоже не дадут соврать, что, блядь, в 95% игр найдется, даже если ты выигрываешь в команде, найдется долбоеб, который станет, блядь, возле точки или респы, или возле точки своей, блядь, ну, там, допустим, на шелковом пути, да, со стороны Б, блядь. Ну, ближе к, я не помню, какая сторона, вот. И он станет, и он реально на харде думает, что он сможет уебать за хуевую тучу миллионов метров, уничтожить тело, блядь. Когда даже, ну, понятное дело, у него может увеличительная оптика быть, но это же каким долбоебом надо быть, чтобы, блядь, стоять на одном месте, сука. А когда вы проигрываете катки, вот это подгорание идет даже у меня. Ну, у меня всегда подгорание идет. Че, не надо это даже обсуждать, блядь. Все, кто видит мои стримы, они, ну, видят, как и насколько у меня подгорает. Почему ты их не чмыришь? Почему ты их не показываешь, что вот уебаны нет, тебе приперло чмырить статодрочеров, блядь, и читеров. Ну, читеры хуй с ним, они уебкие, что в жизни, что на самом деле. То есть, с них ничего не возьми, они, блядь, гондоны. Вот. Почему ты начал тоже в твоих видео, заметил, как ты чмыришь вертолетов, вертолетчиков, точнее, пилотов. Блядь, они тоже раздражают. То есть, когда ты ждешь пилота, вертолета, да, например, что он тебе помогут или что-нибудь, ну, или точку зажимаешь, ты, блядь, и вертушка летает где-то рядом, или не может, ну, не подлетает по каким-то причинам, не подлетает к тебе на точку, да, чтобы там задефить или пехоту положить вокруг. То есть, такая вот фигня. Почему ты их начал хуесосить? Вот, ясное дело, у них есть зенитка, но у них, блядь, мало того, что после весеннего патча их пофиксили, да, ну, все знают, все воняют об этом так, что, блядь, прям, не знаю, у меня вот за окном, блядь, дым стоит на ход этого дела. Вот, и у них тактика игры такая, то есть, если они, особенно пилот и стрелок, они подлетают где-то там возле ближайших точек, блядь, ебашат и сразу же улетают, потому что на них агрится зенитка сразу же, моментально. Зенитки это вообще отдельные дела, тоже на них, блядь, большинство играют, ну, не то что, но это зенитка, хули с нее взять, да, то есть, в атаку ты на ней не пойдешь и ничего. Вот, и тактика игры, то есть, в Battlefield'е стало, что вертолет вылетает, да, заход делает один, убивает, не убивает и возвращается назад, блядь, полностью под свои жопы, еще плюс самолеты, блядь, летают, да, агрятся на вертолет, то есть, ну, их обсирать, я не знаю, то есть, это как то же самое сравнивать пистолет, блядь, и автомат, то есть, смысл их обсирать, если, да, пистолет, понятно, уступит автомату и в убойности, и в дальности, во всем, да, то есть, ну, улавливаешь мысли. То есть, почему ты их хуесосишь, они здесь вообще ни при чем, да, почему ты не хуесосишь, например, кемперов, которые вот тоже уебан, да, большими буквами на видео, блядь, такой-то, такой-то, и вот выпустить выпуск, там, пять уебанов на танке, да, пять уебанов на снайперской винтовке или прочее. Мало того, что в танках, блядь, сидят, ладно бы, инженеры, они, сука, сидят еще, блядь, снайпера разные, кемпедристы вот эти вот, блядь, снайпера, помощники, ну, эти саппорты, медики, блядь, ну, никак, сука, не инженеры. Инженеры почему-то постоянно бегают без техники, хуй его знает почему. Второе, дело касаемое зенитки, я не помню, говорил ты где-то или нет, то есть, ну, вертолетчики отчасти, понятно, да, их агрит зенитка, ебаные стингеры и все такое, но, блядь, тебя сбили, возьми ты ебаный самолет, благо после патча весеннего, их можно уничтожать, всю технику можно уничтожать, тупо засуицидить в зенитку, в танк, я столько раз так делал, чтобы, ну, я вижу, что вот, мой, да, в моем отряде люди, которые на точке, блядь, и там танк, а он не может, или его, ну, сейчас все, сейчас его, блядь, вдует, тупо, ну, тебя убили, тупо садишься в самолет и летишь ему на помощь, тупо врезаешься в танк, он взрывается, даже несмотря на то, что у него есть активная защита, или в зенитку, похуй, ты даже умрешь, блядь, но от этого ничего страшного не будет. Ну, в основном они, понятно, в зоне не в красной стоят, а вот все на точках, да, то есть против всего можно бороться, против миномета возьми маф, возьми снайпера, возьми маф, там, да, только снайперу возьми, блядь, автомат, если ты не умеешь снайперской винтовки стрелять. Взял маф, убил, вот, против техники борешься так, против уебищенства твоей команды, например, ты просто пытаешься разговаривать в чат, то есть людям не писать, а говорить в микрофон. Большинство людей, большинство игроков почему-то стесняются, блядь, вот сколько, я обратил внимание, сколько раз я не играл, даже вот когда один, или, ну, не то, что команда, а вот отрядом мы им стримим, когда вот заходим дружно, ну, там, у кого время есть, и начинаем стримить, да, вот, и мы переговариваемся, ну, сейчас уже по скайпу, потому что нажимать лишний раз альт неудобно, а когда мы играем в этом, в команде, например, и тоже, ну, уже видим, что, блядь, ну, надо что-то делать, начинаем говорить, и люди, которые играют в твоем отряде, они начинают тебе ответить. То есть, ну, как-то раскрепощение идешь, то есть ты в этом видео, в своем видео тоже показываешь, что люди, блядь, вы не сците, ебаный, вы давайте как-нибудь адекватней, потому что, я тебе уверяю, на серваке, ну, где-то 80% на любом серваке, тем более на нормале, блядь, 80% они будут бояться за свою жизнь, то есть они, мало того, что криворукие, блядь, кемпера, это, конечно, и боятся умереть, ну, оно и понятно, потому что, как ты говоришь, статодрочеры, блядь, любой статодрочер, у меня сейчас, на момент записи сегодня, 13.07, ну, 13 июля 15-го года, у меня сейчас скилл за 500, но у меня, можно, ну, так назвать, что я кемпидрас, да, там, кемпирас, неважно, но я почему-то захватываю точки с командой, то есть я бегу, блядь, и впереди, и там, ну, где-то бывает, тупо фраги стреляю, это похуй, но тоже это все на поле боя. У меня порядка 40 тысяч убийств со снайперской винтовки, ну, там, почти со всех, вот, и ты меня можешь назвать статодрочером, да, я, у меня подгорает, когда я скидываю, блядь, допустим, рейтинг свой, ну, скилл, там, с 560, как я спрыгнул, до 430, там, ну, так вот бывает, потому что чем выше ты скилл набираешь, тем сложнее его удержать или тем более повысить, вот. Поэтому не все, не все люди, они просто уебаны, ну, вот, как мой совет, просто не стоит агриться на школьников, это Battlefield, блядь, агрись на школьников, я повторюсь, ты просто, ну, как-то, я не знаю, возводишь их в абсолют, и они будут делать это еще больше, то есть они, о, заебись, и все. Я играл с челом недавно, вот, стримил как раз, чел, блядь, на штурме, с пулемета AWS, ну, AWS, английская, то есть, ну, есть даже такое, он стрелял больше, забирал очков больше, чем я снайпером, который рашил и попадал в голову, и заметь, блядь, ну, у меня не все в голову, понятно, то есть он набивал больше даже меня франов, это охуеть, это вот статодрочер, ну, хуй знает, у него скилл 600, там, с копейками, ну, на штурме это легко, на самом деле, заработать такой скилл. Поэтому, Нестор, не все являются статодрочерами, не все являются, не знаю, какими-то убогими, блядь, игроками, просто нужно умело как-то подбодрить свой отряд и умело наладить игру хотя бы в своем отряде, потому что если ты видишь видео, да, там, ну, смотришь, точнее, игру, то ты видишь, что, блядь, 80% вообще похуй на игру. Они занимаются либо своими делами, либо какие-то трюки, либо какие-то рендезуки, либо прочее говно, плюс к тому, что они боятся умереть, да, вот, они занимаются хуйней, это раз, второе, они боятся умереть, это два, третье, они имеют маленький скилл, то есть у них не то, что скилл в игре, а сам, они, ну, они не слушают игру, да, они не вникают, они просто вот тупо, да, бегут с точки А на точку Б, хотя можно взять тоже самолет, прилететь на точку, там, образно, Д, блядь, который находится в тылу, нахуй, отбить ее и выебить еще сц с двух сторон, ну, все, люди этого не понимают, они просто тупо бегут, как мясо, поэтому еще есть один особый контингент людей, это уебки, играющие с музыкой, то есть, ну, тоже, по сути дела, страдают хуйней, блядь. Вот, если в игру я прихожу, например, побеждать, да, и выигрывать, не то, что занять первую строчку, ну, так чаще и бывает с киллстрик у меня, ну, не киллстрик, а Акилин Машин пишет, вот, не для того, что понимаешь, ты можешь заработать 100 фрагов, но твоя команда в сосет, блядь, там, 900-0 из 1000 тикетов, да, то есть, надо читать игру, надо не бояться идти вперед, надо не бояться умирать, а тебе посоветую, блядь, давай поменьше вот этого статодрочерства, все, все сделают выводы сами, так как ты их не любишь, я не знаю, их это, блядь, как надо не любить, я, у меня прям в мозгу это не укладывается, что нужно так не любить, как ты статодрочеров, может, тебе просто надо повысить скилл свой игры, и тогда тебе будет насрать, глубоко насрать на то, кто там статодрочер, кто не статодрочер, понимаешь, каждый дрочит, как он хочет, как говорится, есть такая пословица, они дрочат так, там, ты дрочишь по-другому, не важно, просто повысить свой скилл, я тебе приду пример на своей личности, в каждой игре, то есть, в каждом стриме, ну, раньше я стримовал почти каждый день, но вообще даже в каждой игре, там, которая на нескольких мапах, да, обязательно минимум три человека назовут меня читером, минимум, то есть, люди не улавливают, что ты можешь просто хорошо стрелять, у тебя просто может быть хорошая реакция, у тебя может просто быть хорошие тайминги, то есть, ты выучил снайперскую винтовку и прочее, но ты научился, то есть, ты становишься более-менее профессиональным игроком, не профессиональным, а просто на ступень выше, чем те нищеброды, которые в большинстве играют в Battlefield, понимаешь, они, ну, им этого не понять, им сложно играть, и я тебе уверяю, если вот ты, ну, как-нибудь зайдешь на мой стрим и будешь смотреть, ты поймешь, что, блядь, люди, в основном, они ничего не хотят делать, в большинстве случаев, то есть, сразу команду видно, понимаешь, мы вот последнюю игру играли тоже с командой, не с командой, но с игроками, которые смотрят мой стрим, и они заходили на стрим, и мы играли в одной, в одном отряде, и получается, мы, блядь, перевернули катку с 200 или 300 очков поражения, то есть, мы сливали, а в итоге мы к концу игры, там, вырвали катку буквально в 20 очков, ну, там, что-то 20-30-0, вроде этого, понимаешь, то есть, ты не должен бегать один, такой, я, блядь, сейчас всех убьют, ра-та-та-та-та-та-та-та-та, и все, тем более, ну, не хочу тебя обидеть, но мне кажется, у тебя скилл маленький, потому, как я видел, как ты играешь, вот ты выкладывал видео, у тебя нет такого охуенного скилла, допустим, охуенных попаданий, как даже, например, тем более, ты играешь на нормале, а на нормале очень важно попадать многое в голову, то есть, на харде еще хуй с ним, там, с расстояния 30 метров, если, да, вот я за снайпера играю, если ты не убил тело, там, с такого расстояния, то буквально два патрона, у тебя ошибки, ну, у тебя практически нету права на ошибку, блядь, то есть, тебя по-любому захуярят с двух-трех патронов, ну, четырех максимум, особенно, если пораньше к тебе начали стрелять, поэтому, Нестор, просто не делай, ну, делай видео, делай хорошее видео, но, блядь, хватит говорить статодрочер, они, может, не статодрочер, а не агрись на этих ебаных школьников, они школьники, хули с ним взять, понимаешь, поэтому, я думаю, буду закругляться, тебе, конечно же, много-много подписчиков и бонусов денежных, да, в твоем, на твоем канале, и поэтому, давай, выпускаю видео, будем с удовольствием смотреть, ну, я думаю, в принципе, ты мне сможешь ответить на мою речь 16-минутную, все, спасибо, давай. Субтитры сделал DimaTorzok